И всем привет, ребят, с Мастер Вак, я с вами описываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересному трофейному устройству, либо новому устройству на пушку смока, которую мне продемонстрировал наш замечательный подписчик. Ромчику привет и спасибо огромное. Сегодня мы вместе с вами в рамках этого видеоролика разберем новое интересное устройство на смоку, которую Орех показал в рамках матчмейкингового боя. Если вам нравятся подобного рода видеоролики и вы ждали этот видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка рыва в аккаунтике и установить ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего контейтика. Так, сейчас я проверю, всё ли показывает. Да, всё показывает чётко. То сегодня мы будем смотреть за новым устройством от Ореха. Ромчик мне продемонстрировал контейнтичик, да, и, ну, конечно же, мы не можем не записать видос на эту тему. Когда появляются какие-то новые интересные устройства, понятное дело, что мы с ними сразу же записываем контейнтичик. Орех играет на паладина Смоке. Если я не ошибаюсь, относительно недавно что-то со Смокой я уже записывал от Ореха. Вроде как на год 2042 была карта. Ну и из интересного, что Ромчик написал, это то, что Смока довольно быстро стреляет. То есть у неё очень такая быстрая перезарядочка. Ну и по урону что-то среднее, если честно, залетает. Не сказать, что там супер какие-то огромные цифры, но перезарядка устройства выглядит крайне быстро. Поэтому сейчас будем смотреть, наблюдать внимательно. Ромчик тут на накидочку дамажечки играет. Но при этом ещё пытается где-то найти Ореха. Да, чтобы посмотреть, как работает устройство. Он сказал, что где-то в моменте здесь будет прям наглядно чётко видно работа этого замечательного устройства. Ну посмотрим. Так, ну вот, сейчас накидывает урон. Ну да, довольно быстро, исходя из того, что я вижу, довольно быстро стреляет пушка сама. То есть скорострельность довольно повышенная. И работает всё довольно-таки неплохо. Ромчик, я так смотрю, проверил, идёт ли у него записи или не идёт. Красава, я тоже иногда проверяю, чтобы наверняка всё ушло. Так, ну и ищем Ореха. Орех у нас получается прокатывает по респа. На накидочку даёт. Ну и, кстати, покелан даёт довольно неплохо. Покелан даёт довольно-таки неплохо. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что урон там тоже довольно неплохой залетает. С такого-то замечательного устройства. Но пока вблизи прям не видно работа устройства самого. Скорее всего, это то устройство, которое уже показывалось когда-то. А может быть и что-то новое, не знаю. Но, скорее всего, это трофейное устройство. Не думаю, что это какое-то новое устройство на смоку с механикой автопушки. Я думаю, что это было бы максимально странно. Ну и из ещё параметров того, что я увидел, пока что, да. То есть, помимо автопушки, скорострельность снарядов тоже такая не супер медленная, но и не супер повышенная. То есть, что-то по стандартным настройкам. Так, где орех? Вот орех. Орех, вот пидка. Ну, там за смоку где-то урона, наверное, 500 залетает. С повышенной перезарядкой. 500, это пиздашному 1000. Пиздашному 1000. Ну да, где-то 500-ка, я думаю, будет. Около 500 урона. Но пока прям супер много моментов. Я лично не вижу с работы этой смоки. Надеюсь, Ромчик где-то ещё поймает. Здесь ореха, пока что-то как-то особо... Опа, вот она, накидочка. Ну да, где-то 500 урона. Где-то плюс-минус 500 урона с одной смоки залетает. Ну и, как вы видите, страйкер с вакуумным снарядом переигрывает. Переигрывает. Тут Ромчик уже, по-моему, опыту решил поиграть немножко. Тут уже мой скиллозависимый уровень пошёл, я так смотрю. Немножечко тоже соответствует этому замечательному уровню. Так, ну и... Если вакуумка сильнее такой смоки, то, соответственно, ореху уже стоит задуматься. Что, возможно, таки это слабое устройство. Возможно, надо как-то немножечко апнуть. Чтобы поинтереснее смотрелось. Так, и, кстати, криты есть ещё. Ещё и криты есть. Только что я видел, что крита закинул там орех. И скрита залетела довольно-таки неплохо. Можем даже мотнуть. Сколько было у Ромчика? У Ромчика было пол хп, даже больше. Ну, грубо говоря, фулл хп, да? Смока накидывает. Крит. Ещё урон. Но небольшой урон. С расстоянием режется сильно урон. С расстоянием режется сильно урон. И, соответственно, не сказать, что там прям такие супер-жёсткие тычки залетают. Да, то есть, в целом, урон, ну, адекватный, наверное, я бы сказал. Это не какая-то там лютейшая супер-жёсткая имба. Но и это, это, это не новое устройство. Это 100% не новое устройство. Потому что, ну, с механикой автопушки плюс-минус, ну, не будет же делать второе устройство новое. Правильно? Правильно. Значит, это механика именно трофейного устройства на смоку. Если кто-то, ребятки, бьёт сейчас устройство на смоку, вернее, трофейное устройство на смоку, то можете знать, что там уже будет встроена механика минимум автопушки плюс ещё что-то дополнительное, да? Что там ещё дополнительное пока, если честно, я особо сильно не понял. Особо сильно не понял. Но Ромчик, конечно, мог бы и не на киллы играть, а мог бы побольше за орехом поездить. А то такое ощущение, как будто Ромчик тут показывает нам, показывает нам геймплей нашего замечательного страйкера с вакуумкой, показывает, как будто бы это имба устройства, а не показывает то, как работает смока. Да, поэтому тут как бы можно было немножечко по-другому поиграть. Если уж полноценно хочешь показать устройство, то можно было бы где-нибудь не понакидывать урончика, а сблизиться в упор, посмотреть, сколько урона вообще наносит от смока, с какой скорострельности. Так, тут как будто Ромчик чисто на киллочке решил поиграть. Накидывает по ореху, чисто как будто на стримснае пережёстком. Уносит его без шансов. Но, понятное дело, что вакуумный страйкер здесь явно сильнее, чем мака с трофейным устройством. Орех вообще на игноре просто двигается. Даже не разворачивается, даже не смотрит, что там происходит. Так, ну вот урончик накидывается. Но не сказать, что там какие-то большие цифры. Не сказать, что там большие цифры. Там, наверное, чуть сильнее, чем у автопушки. Чуть сильнее. Плюс крит. Крит не повышенный. То есть, там с крита не залетает. Прям какая-то супер котлета, как была с... Какого у нас устройства было? Квинца вроде, если я не ошибаюсь. То есть, какого у нас устройства там залетало. С крита прям супер много. То есть, в целом, что-то такое средненькое. Довольно-таки. Но неплохо. Неплохо. Да, то есть... Механика автопушки плюс какого-то дополнительного. Может, каких-нибудь, условно, там штурмовых снарядов. Потому что скорость снаряда, в принципе, такая. Выше среднего, но не супер большая. Соответственно, это что-то... Что-то похожее на штурмовые снаряды. Ну и плюс крит есть у этой смоки. То есть, критический выстрел тоже залетает. Мои, это что-то пишет. Но орех ему, я так понимаю, ничего в этом плане и не ответил. Надо было чуть побольше, конечно, сближаться в этом плане. Сближаться в этом плане и посмотреть получше, как устройство работает. Может, где-то даже накидочку плотную не давать. Но, в целом, орех набил за катку довольно большое количество киллов. То есть, по балансу оно, значит, смотрится довольно-таки хорошо. Если орех может занимать на нем первое место, еще и при этом делая хорошее количество киллов. Так, давайте посмотрим. Сколько вот здесь вот у него было киллов? Здесь ромчик, тапчик открывал. 29, да, 29 киллов у ромчика. А, нет, здесь у тандемного страйкера 47. Да, но в целом неплохо. 29-30 киллов за катку для ореха. Значит, это устройство в целом может выжимать, ну, где-то, наверное, киллов. Киллов 50 за катку можно давать. Киллов 50 можно давать. В целом неплохо. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного устройства. Как вам это устройство? Спасибо ромчику еще раз за контент предоставленный. Ну и, как вы считаете, это трофейное устройство или новое устройство на пушку смоки? У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.